Молодая девушка работала в крупном торговом центре, расположена поблизости. По утверждению коллег, она всегда переходила железнодорожное полотно только по мосту. Но сегодня, видимо, опаздывая на работу, решила сократить путь. В 8 часов 44 минуты нам сообщили, что была сбита девушка поездом номер 11 от РАР Шамкент-Алмата направление. На 3,292-м километре Пикечистом, перегоне Козыл-Сай-Шамкент на нечетном пути. В этом районе имеется сразу несколько веток железнодорожного пути. Уже установлено, что в момент трагедии здесь проходило сразу два поезда – грузовой и пассажирский, двигавшиеся навстречу друг другу по параллельным путям. Возможно, девушка заметила только грузовой поезд, который шел по четному пути и остановилась перед ним на другой линии железной дороги. Но по этой ветке уже спустя минуту, со скоростью не менее 60 км в час, также шел поезд – фирменный пассажирский от РАР. Его-то девушка и не заметила. От удара тело отбросило примерно на 20 метров. Девушка скончалась на месте происшествия. Девушка не санкционированное место прошла. Наверху стоит мост, пешеходный есть. Надо было оттуда проходить. Она в наушниках. Все сейчас сотовые наушники. Не бросают в наушниках. Все из чего проходят такие несчастные случаи. Не слышат, не смотрят по сторонам. Известно, что молодая девушка приехала в Шемкент из Житы Саи. Она специально снимала квартиру в этом районе, чтобы быть поближе к месту работы. Железнодорожники отмечают, что в прошлом году специально для профилактики несчастных случаев на дороге установили ограждение стоимостью сотни тысяч тенге. Однако местные жители делают лазы и дыры в ограждениях и все равно проходят в неустановленных местах, пренебрегая элементарными мерами безопасности. В этом месте у нас неоднократно в 2015-2014 году были вот такие случаи. В связи с этим установлено это ограждение от выхода людей. В прошлом году под колесами поездов погибло 11 человек, в том числе двое детей, учеников младших классов. В этом году уже зарегистрировано два экстренных торможения поездов, пропускавших спешащих пешеходов. Тогда удалось избежать трагедии, но не сегодня. Это первый смертельный случай на железной дороге в этом году.